Здравствуйте! Сегодня мы приготовим с вами вот такие вкусные оладьи. Процесс хорошего похудения должно начаться с сытного и вкусного завтрака. Это не только вкусно, но и очень полезно. Это частичка нашего лета. Давайте приготовим и будем наслаждаться. Для теста нам понадобится кефир или котых 1 стакан, ягоды у меня здесь, клюква красная и черная смородина, по 1 столовой ложке, 2 яйца и пшеничная мука. Но для процесса похудения я рекомендую использовать овсяную муку. Причем ягоды в этом рецепте можно использовать абсолютно разные. Оладьи с ягодами очень полезны за счет содержания большого количества витаминов. Это те же самые оладьи, которые нам знакомы, но более полезные, понаряднее и повкуснее. Далее я добавила ягоды, пропустила через блендер, чтобы у меня получилась однородная масса. Прелесть данного рецепта получается очень вкусное, нежное оладьи, очень полезное и буквально на это уходит минут 10-15. И вы уже не будете думать, что же вам приготовить на завтрак, что-нибудь такое вкусненькое и сытненькое. Поверьте, это очень вкусно. Приготовив один раз такие оладьи, вы будете часто готовить. Дальше добавляете буквально 0,5 чайной ложки соды. Тщательно все перемешиваем. У нас тесто, кстати, поднимется, вы сейчас обратите внимание, будет полная миска теста, хотя до этого было мало. Дальше мы добавляем 1 чайную ложку меда. Мед можно использовать любой, но я рекомендую более жидкий мед использовать, чтобы было удобно ее перемешать. У меня на данный момент каштановый мед. Он сладкий, поэтому достаточно нормальный сладкий оладьи получается. Дальше добавляете яйца. После того, как вы добавите яйца, все тщательно перемешайте и оставьте на 5 минут. Тесто должно немножко настояться. После этого добавляете муку. Так как у меня пшеничная мука, если вы будете добавлять какую-то другую, точное количество муки сказать я не могу. Но смотрите на тесто. Консистенция должна быть такой, чтобы тесто не осталось очень жидким и не стало очень густым. После того, как добавите муку, тщательно перемешайте тесто. Консистенция теста должна получиться таким. Не очень густым и не жидким. А теперь разогрейте сковородку. Добавьте оливковое или подсолнечное масло. Все хорошенечко перемешайте щеточкой. Дайте минутки 5 нагреться сковородке, так оладьи не прилипнут и получатся пышными. Берем тесто. Я мерю по столовой ложке, то есть одна столовая ложка, это у меня один оладушек. Так у меня получится где-то 4-5 штук. Обязательно дождите, что ваша сковородка нагрелась. Если вы будете делать в холодной сковородке, то у вас все прилипнет и не поднимется. Такие оладьи это идеальный вариант диетического завтрака. Можно подавать с медом, со сметаной нежирной. Или же идеальный вариант для перекуса. Если вы думаете, что вам взять на работу, вы можете приготовить оладьи, позавтракать и оставшиеся оладушки взять с собой на перекус. Вот такие оладьи получаются, очень пышные, мягкие, вкусные, сиреневого такого оттенка, очень красочные, поднимают настроение. Готовятся очень быстро, не липнут к сковородке, достаточно комфортно жарятся. Кстати, такие оладьи с удовольствием полюбят ваши дети, поэтому готовьте не только для себя, но и для них. Они красочные на вкус, интересные, детишки с удовольствием пробуют новый вкус, но и к тому же очень полезные. Оладьи делаются очень просто, поверьте, во второй раз вы уже будете их печь с закрытыми глазами. А еще я хочу отметить, что если нет у вас ягод, вы вместо ягод можете использовать сочные фрукты, например, киви, банан. После того, как ваши оладьи спеклись, вам нужно будет красиво украсить их, подавать к столу с ягодами, с медом, можно с нежирной сметаной. Но с медом все-таки сочетание лучше и вкуснее. Если вы оладьи готовите для перекуса, желательно, конечно же, употреблять со сметаной нежирной. Мои дети очень любят такие оладьи, я им приготовила с медом, ели с удовольствием. Так что готовьте, худейте вкусно, худейте на здоровье и не обязательно мучить себя какими-то невкусными блюдами. Есть очень много полезных рецептов, которые для процесса похудения идеально подходят. Вот вам и мой рецепт. Готовьте, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!